Семья для каждого из нас Семья – это те, кто позволяет тебе идти к цели, излучая любовь, мощь, уверенность и силу. И очень важно это чувство близости не потерять. Здравствуйте! С вами вновь «Дорога домой». Программа о детях, которые в силу различных причин вдруг оказались без родительской заботы и любви. Сегодня у нас не один герой, а сразу четверо. Родные братья – настоящая команда. Они стоят друг за другом горой, но в то же время и с другими ребятами ладят отлично. Умные, добрые, талантливые, общительные – это все о них. Давайте знакомиться поближе. Я Рома, мне 16 лет, учусь в 9 классе. Меня зовут Дима, мне 12 лет. Меня зовут Костя, мне 10 лет. Я пошел в 4 класс, я люблю читать книжки. Меня зовут Саша, со мной 9 лет. Роман, Дмитрий, Константин, Александр – большая и дружная семья. Ребята появились в Центре помощи детям «Надежда» в феврале и за эти полгода с небольшим сумели без труда влиться в дружный коллектив учреждения. Они как вот пришли сюда, быстро нашли общий язык с ребятами, нашли общих друзей, общих вот увлечений общие у них есть. Между собой они, да, как команда. Друг друга уважают и относятся к преподавателям тоже с уважением. С ними работает одно удовольствие. Педагоги отмечают, ребята, они серьезные, ответственные, уважительно относятся к старшим. И что важно, каждый из них – личность со своими интересами и способностями. Рома у нас отзывчивый, ответственный. Как старший брат, он заботится о своих младших братьях. Роман только-только перешел в девятый класс. Кстати, парень очень любит учиться из самых любимых предметов – литература, физика и химия. Эти уроки даются ему особенно легко. Хобби у него несколько. Первое – спорт. Он отлично катается на скейтборде. Когда у нас еще не было скейтпарка в городе, ну, я как катался по улицам, там, в городе, ну, как, в скейте обычно называют это в стрит кататься. Ну, вот мы с другом так катались, он уже что-то умел там делать. Я пока только учился. Потом я уже сам начал что-то смотреть, учиться. Музыка – это еще одно из основных увлечений. Роман любит ее не только слушать, он сам играет на инструментах. Я увлекаюсь игрой на гитаре. Когда дома жил, у меня был сосед, старше меня на три года. И вот он играл на гитаре. Но я давно хотел научиться. Я у него как-то просился, учился. Но у меня не получалось, вот как он объяснял, вообще не понимал. Потом я уже начал сам купил себе гитару, начал смотреть ролики там. И так уже сам научился. Хорошо получается сейчас? Ну, более-менее. А сейчас игре на гитаре он учит и своих братьев. После школы ребята в гостиной часто собираются вместе разучить 3-4 аккорда. Что в гостинице? Какие интересные участки? Вниз. Первая струна. Так вот, смотри. 5, 7, 8. Из всех братьев роман самый, как сейчас модно говорить, неформальный. На шее амулеты, серьги в ухе и несколько символичных татуировок на руках, словно ответ окружающему миру. Первую тату, рассказывает парень, он сделал пару лет назад за компанию с другом. Так на запястье появилась роза. Следующие две были посвящены музыкальным кумирам. Это вот, получается, я выбрал эскиз из одного музыкального клипа. Там зарубежный солист. Мне просто нравится музыка в его жанре. Ну, всем известная рок-группа Нирвана. Но я когда учился на гитаре играть, я хотел как бы до их уровня подняться. Братьям Рома старается быть скорее другом, нежели отцом или старшим наставником. Наставлять? Думал, нет. Я их не наставляю, как бы. Ну, у нас такие дружеские, получается. Вот как будто лучшие друзья. Через год Роману предстоит выбрать будущую профессию. У него уже есть определенные наметки. Говорит, либо станет машинистом башенного крана, либо, что вероятнее, поваром. Стоять у плиты ему нравилось всегда. Да я всегда дома готовил. Ну, получается, мама уйдет на работу, и я остаюсь с братьями. Я всегда готовил. Ну, суп варил, там, картошку тушил, утку запекал. У брата Ромы, 12-летнего Димы, тоже есть свои цели в жизни. Я, когда вырасту, ну, может быть, стану зубным врачом. Там не так все сложно, но это очень долго учиться, я знаю. И зарплата у него очень большая. Не по годам серьезный, он имеет множество интересов, причем абсолютно разносторонних. Дима у нас покойный, любит в свободное время рисовать картины по номерам. Открытый мальчик, светлый. Давай, вот так, 15-й. Я шла 15-й, а не... Он рисует, лепит из пластилина, катается на самокате. Трюковый освоил этим летом. Ну, я занимался недолго, два с половиной месяца. Ну, уже три-четыре, три у меня были хох. Дальше я у меня, ну, чуть-чуть получалось сделать вид. А недавно Дима сел за руль карты и понял, это тоже его. Скорость, драйв, крутые виражи. Эта атмосфера поглотила мальчика полностью. Это очень хорошо. Я добавляла, убавляла скорость. Страшно не было? Нет. Я два раза врезался. На второй раз я за пять кругов один раз на конце врезался. Дима учится в шестом классе на хорошо и отлично. Ему легко даются практически все предметы. Учителя хвалят его за устичивость и умение схватывать информацию на лету. По математике у меня бывает, ну, по домашнему заданию у меня обычно четверки, пятерки. По классным работам у меня обычно четверки только. По литературе я хорошо учусь. А десятилетний Костя, младший брат Димы, литература обожает больше всех предметов. Все свободное время он проводит за книгами. Он как, наверное, будущий ученый, так бы скажем. Он любит читать книги, рассказывать стихи любит. Как бы он сам маленький еще с возрастом, но начитанный. Умный, я бы сказала. Рядом с ним всегда много литературы, самые разные. Некоторые произведения он перечитал не по одному разу. Ну, я читал про Стоквашево, ну, первую часть. Еще читал вот тут Чиполина. Ну, там мне понравилось. Чиполина начал читать, потому что это мультики, мне нравится. Еще произведения из мультиков. Ну, например, в Чиполине мне понравилось, когда они подгружились с кротом и копали подземные туннели. Например, не знаю, киноуне. Ну, это как мультик, как я знаю. Мне понравилось то, что, ну, просто что два мальчика, и они в Луне побывали. Сейчас Дима начал читать новую историю про любимых героев книгу «Зима в Простоквашино». Я уже прочитала почти, ну, почти всю книгу. Мне осталось читать всего-то, там, три страницы. Все. Мне понравилось «Простоквашино», потому что мой самый любимый герой – это кот Матроскин. А чем он тебе нравится? Ну, когда он обижается обычно, его, когда, например, он не любит, когда к его коровам подходят. Вот Матроскин, кот. Ну, он мне нравится, он почему-то в оранжевый. Кофточки, вот еще Матроскин есть. Вот Матроскин. Ну, я люблю еще читать стихи разные, энциклопедии, рассказывать стихи, выступать на сценах. Ну, я люблю активное участие. Мы все лето почти были в Ванницке, я там в каждом практически мероприятии участвовала. Самому младшему братишке Костя помогает делать уроки, следит, чтобы каждая буква была на своих местах. Пока у девятилетнего Саши с этим есть некоторые проблемы. Что-то написал. Домашняя работа. Правильно. Точку. Стой. Добавь паучку. Да, тут прям, да. Стирай. Дай помогу. Смотри. Делай паучку. Костя терпеливо объясняет брату темы. Направляет, советует. Как следствие, учиться Саше нравится. Вообще, как отмечают воспитатели, он очень позитивный, искренний мальчишка. Правда, с характером. Он очень сбалованный, как маленький, как маленький, самый маленький. Ну, он любит своих братьев, уважает, за ними вот все повторяет. Хочет тоже научиться играть на гитаре. Любит конструкции, вот конструированием занимается. Что строишь? Я дома, гопотов, танки, машины, на челефетиков. И еще какие-то десятки игры придумываю. Например, Майнкрафт поиграть из Лего. Поиграть в роботов из Лего. Лего-мир – это то пространство, где фантазия Саши разыгрывается не на шутку. Он легко может создать свою собственную реальность из разноцветных кубиков. Это мои маленькие роботы. Это дом, в котором живут эти человечки. А когда есть машина. Что у них в доме есть там, расскажи. У них есть там отарежка, компьютер, телевизор, холодильник, пульт, кровать. Несмотря на конструкторские таланты, Саша в будущем видит себя доктором. Говорит, собирается брать кровь из пальца из вены. Сам он врачей не боится ничуть. Воспитатели отмечают, есть у братьев много общих черт. Они трудолюбивые, активные, исполнительные. Всегда готовы прийти на помощь воспитателям. Работу по дому выполняют, не сопротивляясь. На приусадебном участке работают с удовольствием. На территории Центра помощи детям «Надежда» есть свой огород. Почти каждый вечер мальчишки с педагогами и ребятами из других семей пропадают там. В огороде мы сами совместно посадили перчики, помидоры, баклажаны, тыквы, кабачки. Сами поливаем, сами рыклим землю. Сами же все, картошки посадили, окучивали. И каждый вечер поливаем. У нас там баночки есть, мы туда воды набираем. В итоге мы собираем урожай, потом делаем салат. Ну и совместно вот и перуем. Все свободное от работы и учебы время мальчишки проводят на площадках, в парках и скверах. Любовь к спорту – это у них семейное. Они любят футбол, волейбол, хоккей. Даже на прогулке не могут пройти мимо турников и перекладин. Нам с братьями нравится заниматься всякие трюки на турнике делать, ну воркаут. Но больше всего нам нравится все-таки футбол. Ну потому что командная игра. Почему ты вообще считаешь, что спорт должен быть в жизни? Вот для чего? Ну как, без спорта никуда. Спорт – это движение, движение – это жизнь. Я так думаю. Эти мальчишки в постоянном движении и в постоянном развитии. Несмотря на множество трудностей, которые выпали на их долю, они не теряют оптимизма, веры в лучшее и уверенности в себе. Они знают, в каком направлении мыть, знают, чего хотят, и, что важно, прекрасно понимают, что добиться всего смогут, будучи одной командой, будучи семьей, опереться в которой друг на друга может каждый, независимо от внешних обстоятельств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова